всем привет еще одно видео на природе будем мы наносить сегодня идеи честно говоря у меня в голове никакой нет вот чтобы я вам могла сейчас показать сейчас что пойдет то получится так видео и назовем использовать будем пробник от прата декоративная штукатурка и называется он вот так вот я думаю может это глупо будет звучать может быть рочи россия написано ну то есть вот такой пробник может быть рочи называется надо кстати будет посмотреть как правильно на русском языке его называть наносить будем мы в белом цвете и подмешивать я думаю давайте будем другие цвета наносим накладываем ки на кельму материал вот он такой посмотрите пожалуйста такой вот такая штукатурка воздушненькая такая и наносим ее с правого верхнего угла укрывает хорошо хотя слой абсолютно тоненький совсем то есть укрывистая мы наносим ее с правого верхнего угла между прочим хороший материал я могу так сказать так планшетик у нас так себе местами вылазят дефекты планшета у нас мдф кстати задают вопрос иногда на чем вы наносите мдф напиливаем и на них наносим на них же у нас остаются образцы в отделе на этом мдф слой примерно может быть пол миллиметра миллиметр то есть такой не толстый расход я думаю что здесь получится килограмм на квадратный метр так повыше подниму немножко не достает а мольберт у нас самодельный нам это не мешает никаким образом в прошлом видео уже говорила мы приглашаем к сотрудничеству мастеров потому что бывают запросы с других городов для того чтобы нанести наши штукатурки давайте так сделаем вот мы нанесли да и теперь мы возьмем материал другого цвета и вмешаем его прямо сюда в сырое вмешиваем вот так и вот так по диагонали прямо вмешиваем вот так можно не диагонали как хотите и потом еще добавим другого цвета хорошо кстати вмешивается попробуем вот так протянуть тоже вариант дальше берем снова беленький потому что уже синего очень много этот вариант подойдет для коридоров для ванных комнат для гостиной например наверно будет жестковато то есть вот мы вот так нанесли и вмешиваем вот так в пути прямо сейчас еще добавим другой цвет и будет поинтересней нанести надо до угла когда наносите на стене не забывайте что вы наносите в шахматном порядке небольшими участками примерно метр на метр формируете рисунок и продолжаете дальше следующий участок в шахматном порядке не давая материалу высохнуть когда он высохнет вы уже его ну скажем ничего ладом не сделаете уже с ним сейчас возьмем другой цвет золотистый например как я уже и сказала в самом начале у меня идеи не было то есть какая-то идея ведь обычно начинаем снимать просто на природе сейчас думаю почему бы не снять последние теплые денечки почему бы не снять видео но ведь для видео тоже нужна идея вот таким вот образом просто ведем сейчас если нам кажется что это слишком ярко то мы можем дать ему высохнуть и сверху еще тонкий слой пройтись покрыть чтобы он как бы был как под стеклом чтобы он был как подо льдом что ли как это объяснить то есть вроде есть рисунок а вроде он где-то там в глубине вот так вот оставим подсохнет и вернемся еще прям вообще тоненький буквально слой покроем после того как подсох материал можно было его ну вот нанесли мы вот эту вот мазню кстати о чем это говорит о том что даже если нет идеи то что-нибудь да можно намазать штукатурка это дело такое творческие способности по настроению например сегодня у меня такое настроение я такую мазню намазала завтра другую то есть такой ну такой материал творческий мне кажется что идеальное решение для ваших стен так высохла и мы берем этот же материал немножко я его развела водой чтобы он был пожиже потому что я хочу нанести тонкий тонкий слой полупрозрачный буквально накладываем материал на кельму и прямо очень тонко втираем его туда чтобы не за не за открыть полностью цвет то есть вот и прямо кельмой торцом снимаем излишки что мы тем самым пытаемся добиться чтобы не было ярких пятен мы не хотим чтобы было рябисто да и укрываем мелкие дефекты стены которые остались там где-то пустота где-то еще что-то царапинка вот это мы убираем сейчас можно пожиже развести по удобности кому как удобно и вот так углы внутренние наружные внимательно без пустот прорабатываем и наносим кстати вот еще один вариант для ванной комнаты вообще идеальный также потом покрываем лаком например двухкомпонентным вот вам и ванная комната вот вам и плитка вот мы что добились то есть у нас нет сейчас ряби но одновременно у нас цвет никуда не делся цвет мы видим обратите внимание как получается спокойно и легко теперь мне чтобы доделать нужно перевернуть планшет вам в вашем случае будет гораздо легче у вас стена целая а у меня планшет и некоторые моменты я не могу нанести не переворачивая видео сразу видно да что на природе снимаем веточки всякие прилипают мне кажется что неплохо оцените да в комментариях напишите мне кажется что очень даже неплохо материал кстати зачет напомню что это правда декоративная штукатурка фактурная с названием вот таким россия или рочи как правильно я думаю что можно снимать готовый результат и ничего больше мы делать не будем с ним если допустим показывать о том что лаком покрывать то лаком покрывают с помощью валика лаком покрывают с помощью валика растягивая хорошо этот лак не оставляя крупной шубы пузырей ну то есть прямо растягиваем растягиваем этот лак а если бы вы покрывали воском например эффектом вот такая восковая эмульсия то вы бы покрывали кельмой прямо его вчера я туда вот такое мне кажется неплохо не забывайте поставить лайк мы же для этого снимаем и подписаться тоже не забывайте недавно примерно три месяца назад статистика нам показывала просмотров 5 процентов 5,7 с подпиской остальные без подки без подписки сейчас у нас 11 процентов с подпиской то есть аудитория у нас достаточно большая но смотрят без подписки не трудно подпишитесь пока а